Всем привет! Сегодня я нахожусь в городе Телфорде, возле Бирмингема. Я заехал к своему коллеге, курьеру и хочу показать как он живет. Они живут в доме, 4 парня снимают дом и хочу показать как они живут, сколько у них места и сколько они здесь за что платят. Вот такая вот простая улица. Это такой жилой спальный район. Вот Реймонд, мой коллега. Мы вместе работаем. Вот здесь два парковочных места, гараж и вот этот дом. Террасный дом. Сейчас посмотрим как ребята живут. Четыре человека, четыре холостяка. Это будет даже все очень интересно. Ну пока все очень хорошо и мило. Вот такой дворик перед началом дома. Вот мусорные баги, вот сам дом. Заходим. Так, два этажа. Так, там ребята не захотели, чтобы я их комнату снимал. Только дядя Реймонд свою комнату покажет. Здесь у них туалет. Ну знаешь, очень чисто. Вот мы какую-то фирму вызывали, чтобы она все порядок сделал. Как-то удивительно. Четыре холостяка живут. Тут четыре комнаты, да? Да. Четыре комнаты. И одна комната общая, как я понимаю, да? Вот здесь вот кухня. Это кухня. В советском стиле, простенькая. Здесь вот общая комната. Здесь дворик задний. Ну и офигенно. У вас очень большой порядок. У меня дома больше бардак, чем у вас, если честно. Некому разводить бардак. А, ну да. Тогда некого разводить. Хорошо. Дворик задний. Небольшой. Вот здесь всегда хватает месту. Шашлыки сделать, чтобы пиво попить. Какой-то барбекю забаламутить, покурить. Места хватает. Ну вот, пойдем дальше. Посмотрим, что там. Это самое. Что там еще есть у вас? Так можно поговорить на улице? Покажем дома, чтобы люди просто знали, что как чего. И сколько это все стоит? Так, идем на второй этаж. Здесь одна комната. Здесь другая комната. Ребята не хотят, чтобы их снимали. Вот. Здесь туалет. Душевая. Ну знаешь, порядок у вас, порядок у вас классный, конечно. Тут, как для четырех холостяков, порядок мощный. И вот комната Реймонса. И у каждого такая комната по размеру, да, как я понимаю? Ну, примерно. Простенькая комната. Ну, что еще нужно к холостяку, который просто приехал как гастарбайтер. Больше ничего, я думаю, не надо. И сколько вы за дом платите? 600. И плюс все счета, да? И сколько всего получается? Это 850 в месяц. Все вместе. Все вместе с электричеством, с интернетом, со всем чем, да? То есть, каждому получается по 215 фунтов в месяц, да, каждому. Ну, примерно 220, там, плюс-минус. Ну вот, то есть, в месяц, да? Ну вот. А, значит, завтра мы поедем с Реймонсом еще... Реймонс согласится показать нам свою работу. И завтра мы проведем весь день с Реймонсом. Он работает в доставке, как и я, мои коллеги. И завтра мы поедем в город Плимут. В легендарный город Плимут. И Реймонс покажет свою работу, что он делает, насколько она сложная и сколько он зарабатывает, да? Расскажете. Отлично, все. Значит, ребята зарабатывают, платят вот за такое жилье. Каждый имеет свою комнату. Платят 215 фунтов в месяц. Повторяю, это город Телфорд возле Бирмингема. И завтра посмотрим, какую работу, вот, примерно, человек делает. Простой, где не надо особо какого-то английского языка. Что он делает и сколько он зарабатывает в месяц. И мы тогда сложим общую какую-то картину. Да, еще хочу сказать, что Реймонд в свободное время увлекается распространением гербалайфа, правильно? Не распространением, а ввиду здоровый образ жизни. Ага, ну вы же сделали свой веб-сайт, свою фейсбук-страничку. Ну, да, это как бы не распространение, а просто... Я хочу вам сказать честно, я раньше очень шугался от всех этих гербалайфчиков. Они мне были как сектанты. Ну, так я хорошо знаю Реймонса. И он мне угощает этими вещами. Они в правду хорошие, если сказать честно. Вот тут целая батарея у тебя, Реймондс. Эти всех гербалайфов слушай. Целая батарея. Это все полные? Да. Ничего себе. И тут еще, смотрите, и тут еще у него. Ну, там пользуюсь. Ну, Реймонд правда похудел. Раньше он был как колобок. А сейчас, по сравнению, как барьерина стала, по сравнению, как было раньше. Ну вот, уже утро, мы собираемся на работу. Вот Реймонд уже готов к работе, его завтра коктейль. Он у нас фанат Гербалайфа, и он утро начинает с коктейля Гербалайфа. Здесь вот велосипеды. Пацаны вот имеют машины, но Реймонд машину не имеет, не имеете своей машины, да? Я да, на велосипеде, на работу. На велосипеде. Так, стальной конь. Здесь такой спортивный. Ну вот, наш красавец. Сегодня мы на нем будем работать. Сейчас мы его заправим, и поедем в Плимут. Это сколько миль? 250. 250 миль отсюда. Блин, у нас будет там 3-4 магазина. Это очень далекий рейс, его не все водители хотят, потому что поздно возвращаются домой. Но такой рейс только один в неделю. Обычно Реймонд же возвращается домой в 5 вечера, да, обычно? 8-10. Обычно, вот когда нормальный день, не в Плимут, это сколько? Да, нормальный 5. 5 вечера, 8 утра начало, 5, конец работы. А так как сегодня рейс большой, а Реймонд его любит, потому что он любит кататься, то мы беремся только в 8 вечера. Ну что, мы заправили машину в путь. На приключениями. В салоне у нас хорошо. Машина новенькая, с иголочки, да? Она нулевая, да она? Я только на миль наездил, а там не ел. 14 тысяч только, да? Ну, почти новая машина, бля, по-моему. Вот она, прекрасная Британия. И едем по Моторвейу. Пошел, Айгер, знай его зовут. Поехал, обогнал нас. Лишь ты кончик лихачил. И еще, что это за водитель службы доставки, который не интересуется политикой? Вот вы, Реймонд, интересуетесь политикой? Конечно. Какое у вас ведение свое, политическое? Кто управляет странами на самом деле? Те, что официальные правители? Или есть какие-то тайные правители? Как можно выначить это? Ну, мировое правительство есть какое-то. Есть, да? И значит, но мы их не знаем, как их зовут, ничего не знаем. А королева Великобритании, она правит чем-то? Или она входит в это тайное правительство или нет? Возможно. Она же королева. Да, мне один вообще сказал, что королева это клон, а не настоящая. Что настоящая уже умерла. Как вы к этому относитесь? Ой, не знаю. А вот ситуация с коронавирусом. Это реально или это выдумано все? Как мечтаете? Вирус есть, но только раздуто это все. Понятно. А в каких целях вы это все делаете, раздуваете? Мы не знаем. Ну, по вашему мнению, как? Что-то они скрывают. Просто так это не может быть что-то. А они это кто? Ну, тайное правительство. Тайное правительство. Мировое правительство. А, мировое правительство. Понятно. Просто знаете, совсем как-то это все выглядит очень неправдоподобно, что все страны, которые с разными политическими строями, разными вероисповеданиями, даже некоторые страны между собой в состоянии войны, и все вводят этот карантин. Как-то, ну, чтобы все так сговорились, это как-то, ну, не совсем... Какой-то абсолютный заговор получается. Абсолютного ничего в мире не бывает. Если нормальная эпидемия, то люди должны как бы реально бояться. Ага. Друг друга там встретить на улице. Тут как-то игнорируют каждый, по-своему делает. То есть, этот вирус у нас должен был уже быть, то есть, в гробах людей по улице должны были вести, то есть, должны быть среди знакомых умершие, тогда нормально. Вот мы заезжая на парковку, решили сходить в туалет, да, вот кофе-калок купить, и вот на парковку заезжаем. Здесь в Англии каждых 15 миль, такие парковки, да, как вот сейчас будет? Ну, на М5, да, на М1 через каждые 10, примерно. Миль, да, то есть, каждых 15 километров, каждых 30 километров, вот так вот. И вот такая вот парковка, как мы сейчас заезжаем. Вот вы сейчас увидите. То есть, есть магазинчик, есть кафе, есть вот грузовики, тягачи припаркованные, вот там парковка вот для тягачей, а тут вот парковка для легковых до 3,5 тонн машин. Легковые грузы и бусики стоят. Там бензоколонка, там вот магазинчик. Вот, мы находимся на парковке, я с вами там идем, идем в туалет. Сейчас покажу вам, как выглядит парковка на магистрали, которая находится, как я уже говорил, 10-20 миль, да, каждая. Парковка для электрокаров. Вот, тут электрические машины паркуются. Тут продаются корниши, типа нашего Кибиная. Два часа бесплатной стоянки. Два часа бесплатно. Одеваем маску, чтобы зайти. Маску одели, можно заходить. Вот так выглядит в середине. Здесь магазины, кафе. KFC есть, ну как же без KFC. И Burger King. Обычно еще и Макдональдс бывает. А вот тут вот туалет. Ну, туалет снимать не буду. Ну, вот так еще раз все это выглядит. Вот, Реймонд. Все в туалет сходили. Едем дальше. К нему сейчас Реймонд. В Дивоне или в Дорсете уже? Или это уже, или это уже Графсо-Кронвелл? Ну, это Дивон, Дорсет, или Графсо-Кронвелл уже. Ну, я не посмотрел я на знаки. Ну, природа здесь красивая, конечно. Да. Природа здесь, конечно, класс. И вот мы подъезжаем к Плимату. Вот знак. Символ Плимута-Маяк. Ну, вот парковочки. Какие-то такие магазины стильные, современные. Автосалоны по правой стороне. И мы едем. Скоро будет первый наш магазин, куда мы доставляем продукцию. Я пока смотрю какие-то новостройки. Все, такие старинные, как у нас на юге нет, смотри, никаких таких зданий. Назад будем платить, значит, два фунда, а туда бесплатно. Хе-хе, типа есть вход, а выхода нет. Графство кормил. Ну, ехали в другое графство, да? Ну, вот так получается. Офигеть. Можно даже два или три графства, или четыре проехали эту дорогу. Мы проделали 230 миль. Это на 1,6 умножится. Сколько получается? 350. 350 километров где-то. Чуть больше. Ну, примерно. 350 километров. И вот мы въезжаем в городок. Вот еще и по-английски написано. И на кельтском языке. Кельсо-ле-карнел. Велкоком. Да-да, здесь их не местный язык. Местное на речи. Как Велс из Шотландии. Такой южный стиль. Запах моря, запах пива. Приехали к первому магазину. Так, выходим. Ну, дядя Реймон, будешь командовать. Ехали, ехали и приехали. Продавили 230 миль. Это 350 километров. Это самый долгий рейс в их компании. Вот, дядя Реймон пошел терки тереть хозяина. Хозяина нет еще, да? Можно уже начинать снашивать. А куда? Сюда, на порог. Хозяин живет прямо наверху здесь. Мы ему позвонили. Сейчас он откроет нам. Будем таскать. Ну, город, конечно, здесь классный. А вот, хочу показать. Видите? Санатайзер для рук. Прямо так на улице стоит такая вот. Будку сделали. И можно, значит, я попробую руки. А как она работает? О, я себе насикал немножко здесь, вот. Вот, вроде дерева здесь всего. Это вот вся машина загружена. О, холодильник дал холод. Всего пять магазинов сегодня. А вот и магазин корнишей. В Британии, я вам покажу. В этом графстве, самая традиционная пища, это корниши. И побывать в этом графстве, и не съесть корниши, это бы, не знаю, я же как, с чем сравнить. Корниши купить надо обязательно. Сейчас я их покажу вам. Ради такого случая я перейду дорогу и покажу. Вот традиционные английские корниши. Это булочки с мясом. Это как пироги такие, с мясом, с картошкой, с луком, совсем. С курицей здесь есть. И стоят они по 2,50. По 2,80. Иду купать, иду покупать. Вот они, такие красавкие бережа. И сейчас я буду покупать. Just it. Thank you. Вот так, через стекло, смотрите. Опа. И все. Done? Thank you very much. Thank you. Вот такие приветливые, значит, тут продавцы. Даже не возмущались, что я снимаю. И сейчас меня, если время, поснимает. Снимите меня, на меня вот так. И я тебе покажу, как он будет корень. Какого он размера. Он вот такого вот размера. Я, 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 окей. Вот такого размера корень. Как моя голова почти с размером. Да вот это интересно. Объявление. Пропал, да, или что, мисеньки, или что? Пропал собачка, вознаграждение 10 тысяч фунтов, пожалуйста. Кто уйдет в собачку и возвращает хозяина, и получит 10 тысяч фунтов. Но я не думаю, что она, пожалуйста, такая дорогая. Видите, это просто люди любят такого питомца. Ну, наконец-то, открыли нам пиццерию. Можем загружать. Раз. Я, Риман, тебе помогу сейчас. Так, я сниму, ты где-то вот делаешь. Потом помогу, чтобы было быстрее. Ну, и вот так вот у нас сносить. Давай. О, и мы получили пиццу. Пиццу получили, да? Очень хорошо. Паньки, мать, сию. Вот, мы получили пиццу. Будем вкусить. И подбаночки пипси-колы еще получили. Вообще. Классно. Теперь я понимаю, что вот так мало на продукты тратится. Если в каждом магазине вам пиццу такую делают. Я не ем пиццу. Я тебе взял ее. Или друзьям отвожу домой. Понятно. Так мы получили пиццу, и Риман еще получил 5 фунтов в чаевых, да? Ну, про чаевые не надо было говорить. Так мы получили пиццевые и чаевые. Ну, нормально, едем дальше. Теперь будем платить за проезд. За мост. А на руси, пожалуйста. Так, пицца-байт. Да, такая горочка. Тут надо будет нам поработать. Так, вон там магазин. Так, загружаем мы. Там, тут совсем немного в магазине. Совсем мало. Тут пустые коробки. С первым магазином отдали пустые коробки. В Париже не так страшно и осталось. Вот мы загрузили такие, так такой вот по повозку и тянем. Держи. Держи. Опа. Держу. Держу. Ремотка важный весь. Руководит. Раз, раз. По хозяйству схватил и пошли. Вот так он тащит. Вот так человек трудится. Такой неблагодарный магазин. А здесь нам тоже писать дадут, или нет? Не дадут здесь? Понятно. Здесь, значит, жмоты. Такой советский дом, как советской постройки даже. Да, как у нас в Прибалтске такие есть. Ну, я здесь не вижу, как у нас на юге там древние старинные деревни. Здесь я такого не вижу. Здесь новострой, все новострой. Все новострой. Самое обидное то, что уже другие водители уже дома. А мы второй магазин делаем. Потому что этот рейс самый большой и длинный. И водители... И дают водителям... Самый далекий. И водители дают раз в неделю. Да? Этот рейс. А так вы обычно возвращаетесь в два, да? В два, в три, в четыре. А если, например, просто работаете на складе, то до пяти часов, да? Понятно. Пришел хозяин. Загружаем в середину. Все, 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 все. Что я хочу сказать? Я не могу прийти. Нет, нет. Ты знаешь? Это первое, или второе? Реймонд, рассчитывается с ним. Здесь там пиццы не дали. Зазморкнулся, дядька, здесь, да? Не, ну он только пришел, когда он готовить-то будет. Понятно. Но едем дальше. Тут надо делать нечего. Только на курорт люди приезжают. Просто на лето, да? На летний домик, где ты перешь. Да, наверное, на курорт. Приехали на нашу третью точку из пяти. Ну, это что, таскать, да, Реймонд? Будем таскать, он дядень помогает. Ну вот, здесь вы сейчас носили, нам дядьки помогли. Пиццу будем ждать? Я не хочу пиццу, здесь только ты для ребятам. Ну, с собой можно. Я уже наелся. Или не будем ждать? Как тебе? Ну вот, мы опять сделали. Значит, пиццы не дали. Хотели дать, но вы не ждали, да? Не хотел ждать уже. Но предлагали дать, да? Дали только воды. Пиццы и пепси. Могли также пиццу взять, но уже не хотела время ждать. Она была минут 10 подождать, что пока сделают пиццу. Едем дальше. Так, и вот уже мы подъезжаем к нашей четвертой точке. Дело близко к развязке нашей развозки. Ага, мы с заднего хода поем, да? Да. Тут тоже с заднего хода. Здесь тоже вот легкие достатки. С заднего хода просто подъедем все. И выгрузим всю нашу продукцию. Так, сюда будем носить. Вот наш транспорт. Да, сейчас будет Ремен подавать, а я буду вот сюда вот на порог складывать. Ну вот, закинули тачку. Ремен пошел там рассчитываться за деньгами. Ну, в принципе, несложно. Просто вот здесь вот взять и возле порога сложить. Очень даже несложно. Все, да, Ременс? Да, последний магазин. Последний магазин. Bye. See you next time. То есть, обычно по 5 магазинов. Средняя загрузка 5 магазинов. Жили у Айвара было только 2. Не, не средняя. Племочи 5. В Ковентри еду. Два магазина только. А, вообще, вообще лопатый, вот сколько водовой возвращаются? Я там был в 10.30 приходил на работу и в 3 часа уже был дома. То есть, вы работаете всего 5 часов? Да. Это вообще файна. Ну, что до Ковентри, час только ехать. Ну, да, час ехать, два магазина. И вернуться назад. Ну, и сказка, сказка. А этот рейс, значит, ребята не любят, потому что он длинный. И его дали по очереди. И вообще по очереди сдают. Даже обидно не было никому. Давали по очереди, а я как бы подписался, что я теперь один. Вне очереди. А чего это вы так? Чего, давай не спешится? Ну, или вы так любите кататься? Ну, у нас нет водителя одного сейчас. А другие ездить не хотят. Ага. А им шоферская зарплата, им не добавляют к зарплате. А меня взяли на работу, как сотрудника на варихаусе. Да. А тут я согласился поездить. Мне доплачивают 50-ник сверху. Понял, понял, понял. А им не доплачивают, потому что им уже так шоферская зарплата. Ага, понял. Понял. Коня, кони, кони. Прям по сути здесь кони. Дики. Реально дикого коня мы. Дики конь стоял. Офигеть. Реально полосатый дики конь. Заросший. Вот там, дики кони. Реально дики кони. А коровы какие-то, не знаю, видно ли на камеру, но здоровенные. Не знаю, видно ли на камеру они видны. Офигеть. Армада. 1588. Армада, если не ошибаюсь, это был испанский флот. Интересная архитектура. Все камни, да, Рейманс? Все с камня такого. Ну, приезжай уже мне. Так, подъезжаем, да? Там, где бусик стоит. А, гады. Что робить? Ждем, пока он уедет или что? Будем таскать. Вот последний наш магазин. Вот сейчас там, как парковки нету, вот нам надо туда все это стаскать. Нам не лучше было бы там припарковаться, Рейманс? И спускать по низу, блядь. А вот этот дядька попал. Охренел все, да? Я здесь сейчас буду стоять, урод. Вот Рейманс все выгрузил. Еще вот одна вот такая колясочка получилась. Рейманс все выгрузил. Рейманс все выгрузил. Рейманс все выгрузил. И все, да? Работа сделана. Сейчас только надо взять деньги и едем домой. Назад на базу. Ну и подведем итог на фоне этого прекрасного провинциального городка. Такие здания красивые тут. Старинная церковь, старинный костел. Памятник. Ну ничего, симпатичный городишко здесь. Значит так. Бывает, что такие длинные рейсы возвращаешься только в 9 домой, начиная в 8. А бывает, что и начинаешь в 10 и в 2 уже дома, да? Завтра мне в 10 на работу. И сколько будете дома? Не знаю. Ну примерно 6-7, да? Баб, вы поедете ближе рейс, рейс ближе, меньше, меньше. Я не знаю. А не знаете еще, да? Но завтра работа в 10. Ну, по-настоящему домой будет. Понятно. Значит, а если вы работаете на складе, то просто с 8 до 5, да? И сколько в месяц вы будете получать? Полторы тысячи, я понимаю. Я еще не получал. Это первое, вы вырачивали курьера, вы только что-то недавно. Давно устроились, да? Но полторы тысячи должны получать. Ну и что у нас получается? Для полторы тысячи минус 220 жилье, минус 300, около 300 продуктов питания в месяц. Там 250-300, то остается у нас. То есть после вычета жилья и продуктов питания остается 1000 фунтов, да? Возможно, да, примерно. Да, еще вы работаете 5 дней в неделю, да? Суббота, воскресенье у вас выходной. Ну и все подходит к концу наше путешествие. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на мой канал в YouTube, нажимайте колокольчик. Сейчас начинается сезон, весна, лето. Я буду говорить по всяким древним городам и древним селам и покажу вам Англию. Если вы были в Лондоне, вы еще не были в Англии. Англия – это именно провинция. Когда ты попал в провинции Англии, в каждой деревушке, в каждом городке, вот тогда вы были в Англии. До встречи. Офигеть места. Часть крепости или чего тут не говоришь, что. Я все переездил, все на дороге. Опа, коровы такие. О, тут такие прям дома, бляха, прям вот за дорогой стоят. Совершенно на 30. Вон пасутся баранчики. Офигетьyi.